МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ним связана настоящая революция в стрелковом деле. Он изменил методы ведения боевых действий и представления о том, как добывается победа. Автомат Калашникова в фильме «Оружие». Он уже неотделим от современности. Его неповторимый облик стал в нашем сознании символом самого эффективного, надежного и простого оружия. Он состоит на вооружении регулярных армий 55 государств. История автомата – это еще история изменения самой идеи современной войны. Пули АК разорвали в клочья прежнее представление о превосходстве на поле боя, о тактике и стратегии, о том, кто может считаться полноценным солдатом и какие технологии становятся ключом к победе. Идея создания промежуточного оружия, которое бы заняло место между пистолетом-пулеметом и автоматической винтовкой, появилась в Германии в начале Второй мировой войны. Пистолеты-пулеметы МП-40, к тому времени принятые на вооружение вермахта, получали хорошие отзывы. Их ценили за легкость, компактность, удобство пользования, эффективность в ближнем бою. Пистолет-пулемет МП-40 конструкции Хана Фольмера в Советском Союзе было принято называть «Шмайсером», хотя к созданию этой модели Гуго Шмайсер не имел никакого отношения. Пистолет-пулемет Фольмера имел и серьезные недостатки, главным из которых была небольшая дальность прицельного огня. На расстоянии свыше 200 метров поразить цель из МП было практически невозможно. Причиной тому являлось использование маломощного пистолетного патрона «Парабеллум». Особенную остроту проблема увеличения дальности эффективной стрельбы из автоматического оружия приобрела после нападения Германии на Советский Союз. По мере того, как на Восточном фронте вермахт выпускал из своих рук стратегическую инициативу, германская пехота все больше нуждалась в мощном автоматическом оружии. Практика создания самозарядок показала, что стандартный лентолочный патрон обладает излишней для такого вида оружия мощностью. Следствием этого являются большой импульс отдачи, резко снижающий точность стрельбы, сложность конструкции и большой вес. В этой ситуации германские оружейники ускорили работы над созданием автоматической винтовки под патрон пониженной мощности. Почему это оружие родилось? Ну, по той простой причине, что во время Второй мировой войны стрельба обычно по пехоте не велась на очень большие расстояния и не нужны были патроны большой мощности. А на дистанциях до 500 метров вполне, в общем-то, хватало патрона уменьшенной мощности. Да и разработать автоматику, которая работала бы безотказно в оружии, как раз было легче под патрон уменьшенной мощности. Такой патрон нормального винтовочного калибра 7,92 мм был создан еще до начала войны в 1938 году. Он был разработан в инициативном порядке немецкой фирмой Полте. Для работы автоматики своей модели, которую назвали машиненкарабинер 42, Гуго Шмайсер избрал принцип отвода пороховых газов. Их энергия обеспечивала перезаряжание карабина. Адольф Гитлер, который лично испытал образец, дал ему другое название штурмгевер, то есть штурмовая винтовка. Так появился новый вид стрелкового оружия, который в Советском Союзе более известен как автомат. В 43-м году первые опытные партии штурмгеверов поступили в некоторые части вермахта для проведения войсковых испытаний. Советским разведчикам удалось захватить несколько экземпляров, которые были немедленно переправлены в тыл. Специалисты-оружейники обратили внимание на новый патрон, который напоминал винтовочный, но таковым не являлся. В Советском Союзе перед войной проводились разработки новых типов боеприпасов малых калибров. Появление в Германии штурмгевера заставило советских инженеров забыть старые разработки и создать новый промежуточный патрон. Кстати, он до сих пор пользуется популярностью в специальных подразделениях. Под новый боеприпас можно было создать оружие более мощное, чем пистолет-пулемет, и более скорострельное, чем винтовка. Летом 1943 года на совещании в Наркомате обороны было принято решение начать разработки по нескольким направлениям автомат, самозарядный карабин и карабин с ручной перезарядкой. Первым образцом под новый патрон стал самозарядный карабин Симонова. Он был принят на вооружение под индексом СКС-45. Разработкой автомата занимались несколько различных КБ. Свои модели представили лучшие конструкторы Симонов, Дегтярев, Шпагин. Однако в итоге победителем вышел никому неизвестный до той поры сержант Калашников. Калашников Михаил Тимофеевич. Выдающийся конструктор стрелкового оружия, генерал-лейтенант, дважды герой социалистического труда. Родился в 1919 году в многодетной крестьянской семье. Закончил 9 классов средней школы. В 1938 призван в армию. Служил в бронетанковых войсках. Великую Отечественную войну начал командиром танка. В октябре 1941 под Брянском был тяжело ранен. После выздоровления сержант Калашников служил на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения. В 1945 году Калашникова направили на стажировку на Ковровский механический завод. За год совместно с группой заводских инженеров молодой конструктор смог создать первый работоспособный образец своего автомата АК-1. Модель Калашникова приняла участие в конкурсе и прошла первый этап. Но с рекомендациями госкомиссии упростить отдельные детали и снизить вес. При этом требовалось сохранить такие боевые качества, как кучность, точность и дальность ведения огня. В этой ситуации Калашников решился на дерзкий, даже самоубийственный для молодого конструктора шаг. Он изменил компоновку своего автомата и выставил на второй этап испытаний практически новую модель. В 1946 и 1947 годах были созданы проекты, первый назывался Мехтем, потом назывался автомат АК-1, АК-2. Но эти варианты, так сказать, работали, но не очень хорошо, неудовлетворительные задержки все равно были. И вот только уже после весной 1947 года, после того, как был полностью перекомпонован этот автомат, и несколько иные были приняты конструктивные решения, Калашникову благодаря помощи инженера 2-го Ковровского завода Александра Зайцева, удалось создать вот образец, который, кстати, получил название АК-47, и в дальнейшем испытывался как АК-47. Перед началом второго этапа конкурса Калашникова посетил прославленный оружейник Василий Дегтярев. Осмотрев образец молодого изобретателя, он произнес буквально следующее. Мне представляется, посылать наши автоматы на испытания нет смысла. Конструкция образца сержанта совершеннее наших и гораздо перспективнее. Но конкурс продолжался. Его требования становились все жестче, а условия испытаний усложнялись. Например, заряженные автоматы помещали на определенное время в болотную жижу, и после этого без какой-либо чистки открывали из них огонь. Решающей стала проверка опытных образцов на работоспособность после их погружения в песок. Автоматы конкуренты смогли сделать лишь несколько выстрелов. Автомат Калашникова продолжал безотказно работать. На основе проверенных испытаний конкурсная комиссия вынесла в 49-м году однозначный вердикт. рекомендовать автомат калибра 7,62 миллиметра конструкции старшего сержанта Калашникова для принятия на вооружение. С этой короткой фразы без малейшего преувеличения началась новая эра стрелкового оружия. Автомат Калашникова АК калибр 7,62 миллиметра длина с деревянным прикладом 87 сантиметров масса со снаряженным магазином 4,3 килограмма емкость магазина 30 патронов боевая скорострельность до 100 выстрелов в минуту прицельная дальность 800 метров дальность убойного действия пули полторы тысячи метров сантиметра образец калашникова меньше по размерам и более удобной при стрельбе чем симоновский карабин позволил советской армии получить оружие которое удовлетворяло ее потребностям и выполняло функции автоматической винтовки и ручного пулемета без него практически не обходится ни один военный конфликт на сегодняшний день самое распространенное оружие мира практически очень надежный автомат в отличие от американских винтовок которые очень капризны к эксплуатациям автомат попадая в песок в пыль грязь продолжает стрельбу АКС с откидным металлическим прикладом предназначался для воздушно-десантных и других специальных войск АК с деревянным прикладом для мотострелков стоит отметить что в просторечии и в документах прижилось обозначение АК с цифровым индексом АК 47 до венгерских событий 1956 года автоматы Калашникова были совершенно секретным оружием советские солдаты носили АК в специальных чехлах скрадывающих очертания автомата стрелянные гильзы тщательно собирались чтобы сохранить в тайне конструкцию нового патрона году «Суэльф» «Суэльф» «Суэльф»